у нас с вами есть шнур гусеничка сегодня я расскажу вам как сделать из него завиток и так у нас шнур гусеничка на конце которого есть петля дальше чтобы сделать красивый завиток его нужно обвязать обвязать в технике рачий шаг рачий шаг это значит назад берем петлю которая у нас есть и петлю которые у нас есть на боку и вот так провязываем и опять вставляем в петлю которая у нас на боку и провязываем в петлю которая на боку и провязываем у нас вот с вами получается вот такая обвязка и так петля в петлю которая на боку и протягиваем вместе так петля в петлю на боку и протягиваем вместе петлю на боку и протягиваем вместе петлю на боку и протягиваем вместе честно скажу просто вязать гораздо проще чем снимать мастер-класс я уже этот шнур давно бы обвязала а вот снимать мастер-класс это для меня пока сложновато вот получается вот такая вот ровненькая обвязочка рачьим шагом возможно сейчас меня заругают скажет рачий шаг вяжется не так вяжется назад поэтому он и рачий шаг да я с вами согласна но вот научилась в детстве вязать вот так и вижу вот так результат получается одинаково поэтому я сразу вас предупреждаю я не технолог вязание я не великий мастер техники ирландского кружева я просто немного умею вязать ну в этой технике немного умею вязать и поэтому я не претендую на то что чтобы кого-то учить мне попросили рассказать как я делаю я показываю то как делаю я да возможно существует какая-то другая техника да возможно я делаю неправильно но я делаю так и я рассказываю вам так как делаю я так я вот столичка связал сейчас я провяжу дальше чтобы не отвлекать ваше внимание отключу я довязала обвязала наш шнур рачьим шагом и мне осталось 10 вот этих петелек дальше для того чтобы сделать вот этот завиток мы берем и набираем на крючок все эти 10 петелек все эти 10 петелек Поверьте мне, без камеры это сделать проще. Вот так мы набрали на крючок 10 петелок. И теперь через все эти петельки нужно протянуть одну петлю. Берем вот так и протягиваем. Протянули мы петлю через все 10 петелок. И вот так затягиваем. У нас получилась вот такая головка у завитка. Теперь эту петлю мы соединяем с концом шнура. Вставляем конец шнура в крючок. Получаем петлю и протягиваем ее через нашу петлю, которая получилась. Вот такой вот завиток у нас получился. Теперь его нужно закрепить. Возьмем и закрепим. Закрепим наш завиток. Вот такой вот завиток. Получился у нас с вами. С одной стороны он обвязан рачьим шагом, с другой стороны мы его еще не обвязывали. И вот дальше мы начинаем обвязывать рачьим шагом вот эту верхнюю часть. Отправляемся в обратную сторону. Идем мы по этому завитку и в обратную сторону до конца шнура. Сейчас покажу. Если вам нужен завиток с одной стороны, то считайте, что мы уже его сделали. Для моего элемента завиток нужен с двух сторон. Поэтому я буду делать второй завиток. И так опять в каждое ребро, в каждую петлю, которая вот ребром идет, мы вставляем крючок и протягиваем его. Вставляем в ребро крючок и протягиваем его в ребро крючок. И протягиваем его в ребро крючок и протягиваем его в ребро крючок. И в ребро крючок. И в ребро крючок. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такой вот завиточек у нас с вами получается. Я пока отключусь и довяжу до конца. Я провязала практически до конца наш шнур. Здесь у нас на одном конце завиток. И в принципе, если вам нужно для какого-то элемента, то у вас этот элемент уже готов. И из него можно делать всевозможные узоры. Но мне нужен элемент с двумя вот такими завитками. И поэтому я в конце... Не дохожу до конца 10 вот этих ребрышек. Оставляю и начинаю набирать на каждом ребре петлю. Набираю я их прямо на крючок. Продолжение следует... И так я набрала на крючок петли. Вот их 10 штук. И теперь мы берем воздушную петлю и протягиваем ее через все эти 10 петель. Вытаскиваем эту петлю, затягиваем вот этот вот завиток. И закрепляем эту петлю вот здесь на конце завитка. Берем раз. Получаем вот так две петли и соединяем их вместе. И переворачиваем и закрепляем на нашем шнуре. У нас с вами получился вот такой двойной шнур. с двумя завитками на конце. Мне сложно их уложить. Ну вот так вот примерно гусеничка получилась с двумя завитками на конце. Один завиток в одну сторону, другой завиток в другую сторону. Как я уже говорила, его можно использовать как отдельный элемент для украшения нашего изделия. Но можно вот все эти завиточки украсить еще какими-то, сделать более красивыми, сделать более объемными, более интересными. Способов сделать их более интересными очень много. Один из них я вам покажу в следующий раз, чтобы у нас получился вот такой вот элемент. Сегодня мы с вами сделали шнур с двумя завитками на конце. Вот такие два завитка. Такой вот шнур у нас получился. Вот такой шнур с двумя завитками на конце. В следующий раз я вам расскажу, как украсить этот шнур, чтобы он получился вот таким вот красивым. Можно делать такой узор, как у меня, а можно сделать совершенно другие узоры, и их великое множество. До свидания, до новых встреч. В следующий раз будем изучать вот такой красивый завиток. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok